Слава Богу, братья и сестры! Сегодня прекрасный день, и мы уже слышали это приветствие, которое звучало «Христос воскрес!» По истину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! Братья и сестры, можно еще, еще, еще повторять «Христос воистину воскрес!» Слава Господу! И это прекрасно! Мы привыкли три раза, да? Можно повторять много и много раз, что Он действительно воскрес! Знаете, воскресение Иисуса Христа это было самое важное событие, в истории человечества воскресение Иисуса Христа. Знаете, очень много описано в Священном Писании пророчеств об Иисусе Христе. Очень много сказано и очень подробно описана жизнь Иисуса Христа. Знаете, рождение Иисуса Христа описали только два евангелиста, это Матфей и Лука. Но о Его воскресении все четыре евангелиста подробно описали о том, что произошло после Его смерти. Я думаю, что вы согласны с тем, что ученики Иисуса Христа, они верили Его словам, да? Они Ему верили. Но они не до конца понимали Его миссии. Они верили, что Иисус Христос придет, и Он освободит их от иго-рабства. Он свергнет вот этих поработителей, которые их поработили. Он установит власть, и они будут вместе с Ним царствовать. Они на это были готовы. Они оставили все свои бизнеса, они оставили все свои занятия. Они последовали за Иисусом Христом. Они так ожидали вот этой свободы. Свободы, что Он освободит их. Придет время, Он освободит их от иго-римлян. Он освободит их, и они уже там договаривались, кто же будет первый при Нем, когда Он восстановит царство Израилю. Братья и сестры, но Иисус Христос в Своих словах очень часто говорил такие вещи, что ученики не понимали. Он говорил, «Я не мир принес, я пришел меч». Он говорил, «Я принес разделение». Они не могли понять этим словам, о чем говорил Иисус Христос. Братья и сестры, но это разделение произошло. Я прочитаю место, которое говорит об этом разделении. Это Марк пишет, Евангелие Марка, последняя глава, где говорится об этом уникальном событии. Братья и сестры, я сегодня рано проснулся от этих звонков, которые текст-месседжи присылают и говорят, «Он воскрес!» Воистину воскрес! Из Мизури звонят, «Его нет здесь!» «Он воскрес!» Из Флориды звонят, «У нас в Грубницах нет его!» «Он воскрес!» С Мизури звонят, текст-месседжи отправляют, «Его нет здесь тоже!» «Он воскрес!» Братья и сестры, все сообщают, «Его здесь нет!» «Он воскрес!» Слава Господу! Братья и сестры, все религии, они заканчиваются гробницами, они заканчиваются гробницами или мавзолеями тех, которые их начинали, но Иисус Христос оставил пустой гроб. Слава Богу! И Он пустой до сего дня. Я читаю место, которое говорится, в Евангелии Марка, 16 глава. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянувшие, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшие в гроб увидели женщины-юношу, сидящую на правой стороне, облеченную в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого, он воскрес. Его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И вышедшие побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказывали, потому что боялись. Слава Богу! Братья и сестры, такое событие произошло. Иисус Христос возвещал о Своем страдании, Он возвещал о воскресении, Он говорил об этом Своим ученикам, Он много об этом говорил, но ученики не до конца это понимали или осознавали. Но когда это произошло, когда Иисус Христос был распят, их надежда рухнула, они все разбежались, они все разошлись, они были в печали, и эти женщины, они были в печали, они ничего не могли сделать, Иисус Христос умер, Он погреблен, этот камень был привален к отверстию этой пещеры, где Его положили, и здесь, как написано, Он был очень велик, этот камень очень велик был, и Он закрывал эту гробницу, Он был приложенный к отверстию этой гробницы, была поставлена печать, римская печать, говорящая о том, что вход туда запрещен, не разрешали под страхом смерти срывать эту печать, никто не мог войти туда, и мы видим, эти женщины, они оставались в печали, прошла суббота, они были в печали, рано они пошли, купили эти ароматы, и шли помазать тело Иисуса, они шли с этой надеждой, чтобы отдать Ему эту последнюю честь, помазать тело Иисуса, они шли дорогой и рассуждали между собой, кто может отвалить нам этот камень, у них была проблема, они не были в состоянии это сделать, они идут с надеждой, что кто-то им поможет отвалить этот камень, и вдруг они приходят к этому гробу, камень отвален, братья и сестры, камень отвален, а он был очень велик, эта печать сорвана, которая была, стояла, братья и сестры, и они свободно вошли в этот гроб, но Иисуса не было, Иисуса там они не нашли, слава Богу, его там не было, ангел, этот вестник Божий, он был посланный для того, чтобы отнять этот камень, чтобы снять этот камень, и чтобы открыть эту пещеру, этот вход, братья и сестры, и я так рассуждал, этот камень, он был этой границей, этот камень символизировал эту границу веков, этот камень символизировал начало новой эпохи, открытием этой гробницы открылась новая эпоха, новая эра, которую принес Иисус Христос, действительно, написано в начале Священного Писания в Бытии, когда Бог говорил жене и змею, когда наручили они завет Божий, и он сказал, что семья твоя будет поражать этого змея, поразит его в голову, а он будет жалить его в пяту, и действительно на Голгофе этот змей ужалил Иисуса Христа в пяту, но при воскресении он поразил его, поразил его этого древнего змея, он поразил его в голову, братья и сестры, это прекрасно, это прекрасное событие, которое произошло, воскресение Иисуса Христа, я сказал бы, это есть фундамент, фундамент христианской веры, воскресение Иисуса Христа, это есть фундаментальный камень веры каждого христианина, слава Богу, братья и сестры, апостол Петр говорит в своем послании, это первое послание, вторая глава, говорит, что «Он для вас верующих драгоценность, для неверующих камень, которого отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притекания и камень соблазна, о которой они притекаются, не покоряясь истине, на что они ее ставили, но для нас верующих это есть камень краеугольный, это основание нашего фундамента веры, воскресение Иисуса Христа, слава нашему Господу, братья и сестры, но сегодня для каждого из нас очень важно иметь значение по какую сторону камня мы находимся, по какую сторону этого камня, который был отвален, мы находимся, мы видим, с одной стороны камня находилась стража, испуганная до смерти, а с другой стороны эти женщины, которые с трепетом и с радостью побежали возвестить ученикам о том, что он жив, что его там нету, что он воскрес, что он живой, слава Господу, братья и сестры, очень важно сегодня определиться каждому из нас, на какой стороне камня ты находишься, с какой стороны ты сегодня находишься, сегодня Слово Божие, оно очень конкретно и четко говорит нам, что сегодня Иисус Христос умер за грехи наши, и что, и воскрес для нашего оправдания, он умер за наши грехи, и он воскрес для оправдания Твоего и моего, слава нашему Господу, это прекрасно, это есть, наше упование, братья и сестры, когда мы смотрим на историю христианства, прошли тысячелетия, уже две тысячи лет прошло, но этот камень веры, этот краеугольный камень, этот фундамент настолько прочный, что сколько последователей Иисуса Христа шло за Ним, отдавали свои жизни, отдавали себя в жертву, и они до сего часа, до сего дня, многие продолжают отдавать свои жизни ради веры в Иисуса Христа, это есть этот камень, на котором зижится, на котором основывается наша вера, это есть тот камень, который сегодня является нашей драгоценностью, слава нашему Господу, братья и сестры, сегодня мы имеем прекрасное время, сегодня мы с вами имеем это прекрасное время, многие люди в этом мире празднуют этот праздник, даже вчера наши дети, многие из нас ходили где-то там в городе, люди устраивают, как оно называется, экдрапс, да, бросают там с этих самолетов или с чего, и они ходят, собирают, и они считают, что это Пасха, это Истер, в этом заключается что-то там выдумали какие-то зайчики, да, или еще что-то, братья и сестры, дьявол старается умолить, умолить значение воскресения Иисуса Христа, он старается это покрыть каким-то мраком, но воскресение Иисуса Христа это прекрасный праздник, это прекрасный праздник, и поэтому апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, Пасха наша, Христос заклан за нас, Пасха наша, Христос заклан за нас, и дальше говорит, и потому будем праздновать, Аллилуйя, слава Господу, будем праздновать этот прекрасный день, этот прекрасный день воскресения Иисуса Христа, знаете, но это есть ответственный, очень ответственный момент, написано в Откровении 20-й глава написано, что все, кто не были записаны в книге жизни у Агнца, они были брошены в озеро огненное, которое приготовлено дьяволу и ангелам его, все те, которые не были записаны в книге жизни, которые не приняли жертву Иисуса Христа, которые не перешли на сторону, на другую сторону этого отваленного камня, они были вместе с дьяволом брошены в озеро огненное. Братья и сестры, сегодня для нас это прекрасный день, это прекрасный день, когда мы можем проверить себя, и сегодня очень важно определиться, как я уже говорил, на какой ты стороне, записано ли твое имя в книге Ангца, книге жизни, на небесах, если да, ты сегодня можешь праздновать, ты сегодня можешь радоваться, ты сегодня можешь провозглашать этот день, но если нет, то мы сегодня можем находиться в опасности, сегодня очень важно определиться, действительно ли мое имя записано в книге жизни уангца. Если так, то ты сегодня находишься в свете, ты находишься в радости. Воскресение Иисуса Христа – это твой праздник. Воскресение Иисуса Христа – это твое управдание. Это твое спасение. Это жизнь вечная. Но если нет, ты сегодня можешь это сделать. Ты сегодня можешь поправить это положение. Ты можешь сказать Иисус Христос, я сегодня грешник. Я сегодня нуждаюсь в твоем спасении. Я верю в твою кровь. Я верю в твою жертву прощения. Пройди в мое сердце. Я принимаю тебя своим спасителем. Это сегодня делает жертва Иисуса Христа. Да благословить сегодня каждого из нас, братья и сестры. Да благословить сегодня каждое сердце, каждого прищадчего на этом месте. Я сегодня призываю нас всех склониться перед ним, перед этим победителем, перед ангцем, который победил, который победил смерть и ад, который стал господином всего. Он есть наш спаситель. Он есть камень, фундамент нашей веры. Слава нашему Господу. Давайте мы склонимся и воздадим его достойную славу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова